А сейчас мы поговорим про старых актеров. Почему именно про старых? Потому что они раньше были актерами, а сейчас нет. Судьба, которая постигла тех или иных актеров из детских фильмов, из советских фильмов. Что с ними сейчас-то стало? Вот мы знаем про Сыроежкиных, знаем про вот этих вот, да, только. А вот про других не знаем. Давайте вот, можно чуть поменьше как-то? Вот смотрите, это Виктор Перевалов. Он работал монтером пути в метро. Помните вот эту сказку детскую? Да, конечно. Вот он как раз, что мы о нем знаем сейчас? Сортировал яблоки в саххозах, копал могилы даже человек. Он скачался в 2010-м в поезде, возвращаясь с Москвы, со съемок фильма о забытых артистах. Вот, то есть он один из них. Вот так вот он выглядит. Как ты грустно решил. Это грустно, а вообще сейчас будет пятиминутка, поэтому если есть у вас емкости для слез, собирайте. Вот они, те самые сыроежкины. Но у них вроде повеселее все два, нет? Ну как, не то чтобы там сильно весело, но они вообще как бы нормально живут сейчас. Вот, посмотрите. Развозили булочки. Очень интересно, что они на большинстве встреч, они, кстати, и в Красноярске были в свое время, они приезжают, ну или как-то и находятся на них парно все время. То есть вот жизнь братьев не разлучила, что бывает, да? Допустим, разные интересы, не знаю, там какие-то выяснения обстоятельств, взгляды на жизнь. Нет, они вот постоянно как бы вместе, по-моему, даже работают в одной компании. Ну тут написано в различных. В разных, да. Отчислены за моральное поведение из института. Что за моральное поведение у них может быть? А что такое полиграфический институт? Каких специалистов? Ну что-то, что-то я взялась на печать. Ладно, переходим к следующему. Помните фильм Курьер был такой? Советский фильм Курьер. Не очень. А, ну да, 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 да. Там еще музыка оттуда была. А, да, она оттуда? Хорошо, музыку точно знаю. Да, парень там вот этот вот как раз-таки принес посылку, документы мужчине, а там дочь у него, и он с ней познакомился, и они вот там шурмуру в них наметились. В 91-м году эмигрировал в Израиль, через несколько лет вернулся, учился на режиссера, потом уехал в Италию, создал фирму грузоперевозок, опять ее закрыл, живет, короче, в Москве, воспитывает четверых детей и снимает сериал. Не особо, кстати, изменился, правда? Да, кстати, очень даже поможем. Можно было бы даже узнать. Это Италия на пользу пошла. Следующего человека вы точно видели и точно знаете, да? Знакомое лицо. Федор Стуков его зовут. Играл он в немецком театре. Был ведущий передач Ле Го Го, до 16 и старше, мировые розыгрыши. Сейчас предпочитает он режиссуру. Кстати, он был режиссером за стеклом того реальти-шоу. По самого первого группы вошел. Да, позже снимал, как я встретил вашу маму, в 80-е и физрук. Он тоже к нему приложился, к физруку. Представляете? Смотри, в общем-то, неплохо все сложилось. Да. Никита Михайловский. Он вот такой вот актер. Вы тоже, возможно, его помните. Он, к сожалению, 27 лет скончался от рака крови. Следующий актер, вы тоже его прекрасно знаете. Его зовут Алексей Фомкин. Он во МХАТе имени Горького работал, но был уволен из-за запоев. К сожалению, болезнь эта его постигла. Переехал в деревню, он был мельником, жил с женой во Владимире. В итоге погиб, задохнувшись во время пожара в квартире. Он был, как сообщают, не трезв и слишком крепко спал. Ему было всего 26 лет. А вот эта фотография как раз с его женой. Представляете? Помните еще один фильм про детский лагерь, где был один персонаж, который появился три раза за ессей. А что это вы тут делаете? Что это вы тут делаете? Это Вячеслав Царев. Работал грузчиком, уборщиком, продавцом мороженого, сторожем, дворником, постепенно спиваясь. И от инсульта в 2006 году он скончался. Ты знаешь, мне кажется, уже пора пустить дисклеймер, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Да ну не всем. Да ну всем. Да он у нас вообще не пропадает с экрана. Далее. Значит, есть у нас хореограф, которого зовут Егор Дружинин. Да. А есть его собрат по вот этому фильму. Дмитрий Барков его зовут. После школы поступил на экономический факультет. После института некоторое время работал на музыкальном канале в Петербурге. В конце 90-х снимался в эпизодических ролях в криминальных сериалах. Кто ж не снимался в 90-х в криминальных сериалах. Сейчас работает продюсером, преподавателем детской школе «Киноостров». Вот он. А глазища вот где остались. Да, конечно. Послушайте этих коллег. Едем далее. Давайте к следующему актеру переходим. Вот он, Сергей Шевкуненко. В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем. Представляете, в 16 поступил, а получил первый срок за избиение из хулиганских побуждений. К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ. «Расстрелян вместе с матерью-киллером». Вот это жесть. Это жесть. Особенно последнее предложение. «Расстрелян вместе с матерью-киллером». Это судьба актеров наших любимых фильмов. Ну, нет, давай скажем так. Это просто судьба известных людей. Это могут быть и не актеры, да, просто какие-то известные личности. Из них, они же нормально, все живут, до сих пор работают.